Ха-хай, дорогие друзья, всем привет, с вами по-прежнему так, с нами сегодня Филиппин, с нами Квантум и Кратос, и мы играем в битву воров в GTA 5 Online. Здарова, бандиты! Всем привет! Всем здарова! Ну а поскольку промышленная зона один из самых больших районов Лос-Антоса, мы сегодня будем передвигаться на велосипедах. Напоминаю, у нас есть три минуты и всего одна возможность украсть одну машину. Что из этого получится, мы не знаем, ставь свои лайки прямо сейчас, ну а мы погнали! У нас есть всего три минуты, напоминаю, и запускайте свои таймеры, подготовьте хотя бы их, парни. Давай обратный отсчёт. Три, два, один, стоп, погнали, полетели! Пошло! До свидания! Так, куда кто поедет, интересно мне, на право или на лево? Я думаю... Это промышленный район, мошенник, мне кажется, мы ничего не найдём. Я срезаю, как Кратоса, смотрите! Так, одни фургоны уже вижу, смотрите! Ты смотри, у нас фургонов много, вообще классно! Офигеть их тут реально! Чё их так много, смотри! А это припаркованные? Нет, это не припаркованные, жалко! Это богатый, просто самый настоящий район на франке. Макс поскакал. Мы так же другом съедим, а? Что вы в чём проблеме нашли? Я не знаю! Чтобы помешать другу? Хватит этот баг использовать, это низко! Нормально, честно, всё, да? Нормально, надо ускоряться просто, парни, периодически. Так, это не парковка, нет? Ладно, я поеду сюда. А, мы уже выезжаем за пределы этого района. Я бошь нашёл! Чё нашёл? Иди сюда! Бакс? Блин, меня скинули! Сука, меня время скинули! Зачем ты меня подрезала, женщина за рулём? Старая женщина! Так, времени меньше и меньше. Кроме кроссовера какого-нибудь ужасного, медленно. Да, да, да. Походу, одни красочи, да. И одни фургоны, парни, и одни фургоны! Самосвау! Самосвау! Так, 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 погнал я дальше, короче, парни. Так, ускоряемся. Что-то там может быть, ну? Вообще машин нет, ребят, по району. Одни фургоны стоят, и всё, ничего, пусто. Реально, фургоны вот такие вот, получается. Так, ладно, я заворачиваю. Кроссоверы эти сраные. Блин, а чё взять-то в итоге? Семейные кроссоверы. Я хочу доехать, сколько у меня времени? Полторы минуты, я хотя бы даю дополнительный какой-нибудь, а? Полторы минуты? Мне не нравится, мне это не нравится, парни. Нет, это тоже не нравится. Мне тоже не нравится, до сих пор ничего не нашел. Три минуты, это жёсткий тайм-челлендж. Сколько время осталось? А сколько осталось время, кто запускал? Данил, блин, ребята, минута двадцать. Да, осталось, блин. Минута двадцать, я вообще хрен пойми, где здесь нет машин? Дань, 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 дань. Позвечи, у меня в руках. Не знаю, не буду, я занят. Битва воров же, да? Ого, ого, ого. Блин, где тачка? Так, сколько времени? Пятьдесят минута. Ну это что здесь? Пацаны, я не знаю, что делать, как-то дожди. Чё за бред? Они одинаковые, реально. Самое интересное, походу, парни, если мы не берём тачки, то чё делать? О, да, да, да. Смысли, что там? Парша нашёл? Сколько осталось до концов, пацаны? Да ладно! Да ладно, так хорош, смотри! Да ладно! Чё вы нашли? Да ладно, Филиппин, это моё! Чё вы там боретесь за тачку, за лучшую? Вы чё нашли там? Начиная с касс про тачки, я скажу, что за своё время я уложился. Не знаю, как у вас, пацаны, но сами посмотрите, это прекрасная классическая 911. И, как понимаю, у Лёхи то же самое, да, братан? Да, у меня вот такая же. Я нашёл её в положенное время, в положенном месте, буквально у больницы. Я был ей крайне рад, потому что я видел одни сплошные одинаковые машины. С Максимом мы сегодня поборемся за почётного паршивода. Ну, ребят, ну... Я думаю, что это машина стоматолога, скорее всего, какого-нибудь, знаешь. По-любому. Антон, что с тобой вообще произошло? Смотрите, вот вам вот всем четверым повезло. Я мало того, что опоздал и получил штраф в 30 тысяч баксов, так ещё и вот это вот получил. Возможно, она, конечно, прокачанная, возможно, там есть турбо-тюнинг, а возможно, там ни хрена и нет, и она просто покрашена. Это просто гуашь, братан. Да, да, гуашь. Чё, Данила у нас в итоге? Что, кстати, на меня? У меня плюс 13 секунд, слышишь, а я хорокидаться снижками оттуда. Дай, парни, оттонститься. 13 секунд, и поэтому у меня штраф 6500, но зато я вот такую красотку нашёл R8, и она даст фору по-любому вашим... Да она даже не кабриолет у тебя, ну, как-то я не знаю, Данил. И, кстати, я забыл сказать, что общий бюджет 100 тысяч, и у меня отстает 1000 минус 6500. А вот у нас, Максим, вот нисколько мы во время уложились. Большое стежки, мы не уложились, Антон. Чисто фортануло, да? Чёрный или серый лучше, парни, по вашему мнению? Но один из самых интересных моментов в этом шоу, это когда попадаются несколько одинаковых машин двум участникам или более. Вот у нас с Максимом сейчас одна и та же машина. И вы понимаете, что сегодня мне не стоит париться о внешнем виде, потому что Максим вкачает, наверное, по такому же принципу двигатель и всё по максималке. Поэтому ставим себе, конечно же, турбонадув. С него я начинаю любой общий тюнинг. Турбонадув поставлен. 50 тысяч отдано, и остаётся ровно половина моего бюджета. Ну, каркас безопасности за косарь я точно поставлю. Короче, модификацию двигателя мы ставим четвёртый чип-тюнинг по максималке. Я вот не знаю. В Максим, по идее, тоже поставят четвёртый чип-тюнинг. Мы могли поставить трансмиссию, как бы передачи, по идее, должны переключаться быстрее. Но я думаю, что всё-таки движок в паршах больше влияет, как бы, на всё остальное, потому что коробки у них хорошие. Я надеюсь, в GTA это также всё реализовано, но это лишь только мои надежды. Надкрылки можем нарастить за 700. Слушай, они добавляют вида, в любом случае, пускай будут 700 не такие уж и большие деньги. Но в первую очередь, я думаю, на 16 косарей мы должны поменять окраску этой машине, потому что она, ну, реально, вот ни в какие волосы... Как же к Поршу идёт-то этот хромированный цвет. Вот очень мне понравился, очень мне понравился цвет 17 косарей матовый, но он так подходит хорошо. Денег, увы, у вас, сэр, не имеется. Но за 9600 я решил поставить жёлтый дьюд. Цвет это, в принципе, даже неплохо смотрится. Я с монитора смотрю, похож на настоящий цвет Порша. Только, правда, не 911, который у нас с вами имеется, а всё-таки 718, но, тем не менее, он реально подходит. Единственный нормальный по радиусу, единственный нормально подходящий, показывающий, что у нас есть красные суппорта, это, конечно, вот эти диски. Порш без красных суппортов, это просто не Порш, и поэтому нужны диски, которые эти суппорта не скрывают. Смотрите, видите, большинство из них закрывают очень сильно, а это прям на виду. Ну и на оставшиеся 3000 мы можем, конечно же, поменять себе цвет колёс. Интересное сочетание у нас ярко-оранжевых колёс с моим лаймово-зелёным, короче, цветом, мне прям нравится. 1900, я приноровился. Но есть ещё гоночный жёлтый, и он смотрится тоже себе стильненько. Жёлтая птица 2000 будет цвет в цвет. В принципе, лаконично смотрится тачка, всё хорошо у нас подходит, и получается, в районе 1000 у нас ещё остаётся. Но на что мы потратим здесь 1000? Ну просто посмеяться можно на эту 1000, я серьёзно говорю, выйти и разбросать капслоком, не больше. Глушитель 750, и наш тюнинг закончен. Выезжаем к пацанам и смотрим, что они там натворили. Мы, значит, собрались, и зацените, что у меня получилось. Ребят, мне безусловно повезло. Я, конечно, не уверен в том, что моя машина будет быстрее вашей, но она мне попалась полностью вкачанной. Офигеть! Везучий ты! Прям, то есть, тебе не надо было тратить деньги на её тюнинг? Кто-то её прокачал за тебя, а? Я только делал визуал. Смотри, значит, карбоновый. Офигеть! Даже карбоновый не помешает, по-моему, сегодня. Ребят, ребят, смотрите, карбоновые диски, 25 тысяч баксов. Чё? А что ещё? Тонировочка. Офигеть. А фару мясо-фиолетовым. Ты убираешь, типа, или что сейчас? То есть, ты украл у какого-то мажора, депутата, у сына депутата тачку во дворе у него. А, ну вообще, какой пец. И не занимался тюнингом спорта? Не занимался двигателем? Да-да-да-да. Смотри, значит, у меня ещё перламутр стоит, фиолетовый цвет. Короче, понимаете, в чём прикол? У меня стоит полностью турбо-тюнинг, полностью вкачаный движок, трансмиссия, она понижная. Короче, у тебя есть все жаловы. А ты ещё жаловался, ты это понимаешь? Ты ещё жаловался. В жопу. Теперь самое интересное. Битва паршей, парни, битва паршей. Кто как сделал парши? Сколько? Кажется, здрасте, Антон. Я не считал. Давай, Лёха, сразу застаем, знаешь, как-то ковбойская хуйня. Давай, ковбойская битва. По одному понту друг другу. Давай, первый ты. Турбо-тюнинг. Чип-тюнинг четвёртого уровня и турбо-тюнинг. Раунд, давай. Что ещё? Дорогой спойлер за десятку. Нету спойлера, зато красивый цвет. Хромированные диски, у тебя какой-то гуашь. У меня в цвет, это всё стиль, это итальянская, это как это, это хаммон обвесы, не надо тут. Хаммон, это как бы хаммон. Тонировка, как на лимузине. А я аквариум люблю, тонировка для лохов. Ну, в общем-то, парни, как вы видите, в тачке, а ещё бампер переднее поставил, ты вижу. То есть у вас и движок, и турбо-тюнинг стоит, да? То есть, Макс, тебе каким-то хреном, как тебе хватило? Как? А, вот так вот, братан. Что, ты где сэкономил, я не понял? На цвету, на цвету, я сэкономил. Ну, я десятку за него отдал. Ну, блин. Слушай, это искусство, понимаете? Ладно, ладно. Диски у меня вообще, как бы, бесплатные, хромированные. Хорошо. Что касательно моей тачки, здесь вообще всё слишком плохо. Я скажу вам сразу честно, остался одолжен ещё 3000 долларов. Вычините, если я идёт битвы. Потому что этот грёбаный жёлтый цвет здесь стоил слишком дорого. Что я поставил на кредит. Четвёртого уровня, турбо-тюнинг, колёса бесплатные. И обвесы спереди и сзади. Всё, больше мне не хватило. А что, бесплатно можно ставить? Я не понимаю, он третий раз говорит, бесплатные колёса. У меня бесплатные кромированные колёса тоже иногда попадаются, как бы. Ну да, у них да не... А что, можно так было? Это сплошно. Да, как можно было, это в этом репе и все равно бабло. А, подарок, комплимент, слушай, ну ладно. Смотри, теперь, Лёха, самый важный момент. У нас есть, в общем, три машины с багажниками, смотри. Ага. Это не наш багажник. Да, да. Багажник на него просто. Чё ты в него складывать собрался? Это чё за полка? А ты знаешь, что такое Луи Виттон? Не-не-не, ща-ща-ща, ща всё будет, пацаны. Я думаю, Данил, эта штука вот для этого сделана, да? Я правильно угадал? Не-не-не, это для Луи Виттона вообще-то пакетов. Ты чё, барбекю... Чё, охренел? Ну что, парни, с тачками мы всё узнали, всё понятно. Поехали, узнаем, кто же самый крутой на этом районе. И чья тачка реально оказалась лучшей. Летс гоу. Три, два, один. Гоу, погнали, Крадос, как рванул. До свидания, прям по курсу с родной машиной. Данил, мы просто не дали проехать. Да нифига, арбонизм стартов. Это воздушный пакет парня, тормоза, тормоза, очень опасный поворот. Тихо. Пацаны, а чё вы по навигатору? Ах ты, хитражу, пусть срезал, ты пусть срезал. Пусть срезал просто. Хитражу, а. А я вас пользуюсь в вашем проезде, спасибо, что сломались. Прямо перед фурой, это напоминает МФС мне, понимаете, там такие же препятствия были в драк рейсинге. Слушай, Данила, там чё-то я не понимаю, на Р-8, я сейчас. Ну, пан, ты это жёсткий пускал, да, а только догоняют нас. Взади прям. А я пробую машину с сериалом. Я бы сзади прям, Данилка, всё можно. Давай аккуратненько, нагоняем. Там впереди парни, внимание, опасный будет поворот, я вас предупреждал. Ой, ой, она дам стекану, ты чё, как это, блин, мы чуть не врезались тут. А пацанок, кратите. Я не могу вас обогнать вообще. Я выехал навстречку и просто... Вот это я дал жару сейчас. Антон, подвинься, хмарачусь, хмарина втюр. Живой, 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 живой. Ты видел, как я пролетел? Ты видел? Лайк, миллиарды, пожалуйста. Какой я водитель топовый. Тихо, 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 Антон. Как он заносит, заносит. Какой Антон? Вот, Данил. Как я езжу, это просто, вы посмотрите. Да Антон, поворачивай заранее, блядь. Вы там баранитесь, баранитесь, тупите. Не вижу. О, е. Хорош. Вот, это я даю. У нас маршруты разные, что ли? Да, да, ты каждый выдаёт свой вообще, короче. Яндекс, ты чё творишь? Яндекс, блядь. Давай, топи, говно. Яндекс, Леха догоняет. Леха проезжает. Да они у с дороги. Я хочу, я ничего не снизу. Давай, топи, 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 топи. Как я потею-то? Тут все потеют. Как на жопе, я ровно сижу. Трафик. Давай. Хренов трафика. Трафик, как это понятно. Вы прям очень сильно урвались. Ой, трафик. Давай. Давай. Я не буду, я не, ты сам засовывался туда. Засовывался, Макс, что ты засовывался? Давай. Тасов. Я у меня течёт с рук просто, пот. Тасов. Ворос. Не, всё, пацаны, я проиграл. Точно проиграл. Ух ты. Да сведули. И не шуля. Я пока сутула. Кто второй? Я, Брэл. Макса второй. Парши, братья. Парши завершали. Какая нафиг жесть. Какая допутная гонка. Ну, это парни, миллиарды лайков. У меня почему-то даже ладоши вспотели, если честно. Я прям вообще достойнейший. Я прям вообще достойнейший. Потому что, блин, я не мог вас обогнать всю гонку, понимаете? Я только начинаю перегонять Лёху, и вы в меня перестраивайтесь. Это было всё равно вообще невообразимо. У меня эмоции зашкаливают, парни, реально. Парни, это была реально невообразимо крутая гонка. У меня аж голос немного сорвался. Я просто реально переполнен эмоциями. Как красиво вот особенно проходились эти все пируэты, повороты, все вот эти вот проскальзывания. И, в общем-то, гонка достойнейшая. Поставьте за неё миллиарды лайков, сколько прям сможете. Подписывайтесь на канал, и все ссылки в описании. На своём был Такс. С нами был сегодня Филиппин, Квантум и Кратос. До скорых встреч. Пока. Пока. Пока, пока. Amigas, guys.